На третьем этаже напор воды нормальный, а к 11-му уже слабый. И это самая мелкая из всех проблем. Дома 12-я по улице Заводской. Ольга с мужем въехали сюда в октябре 2019 года. Сразу как ввели дом в эксплуатацию. С тех пор она, как старшая инициативной группы, ведёт переписку с застройщиком. Не было ни воды, ни отопления. Лифты не работали. Когда жители стали заселяться, мы увидели, что часть помещений, ну, большая часть, 90%, без батарей, то есть без счётчиков. До сих пор в доме работают только грузовые лифты. А в квартирах и в коридоре стоит хронический гул от индивидуального теплового пункта и т.п., чего в принципе быть не должно. Во втором подъезде иногда вибрация такая, что дребезжит посуда. Слышите вибрацию? Да, часть вот гудит. Вот этот гул, он постоянный. Днём это не так слышно, но это слышно ночью. В Авантиевке этот проблемный дом знают как экс-долгострой Оранжвуд. Полтора года назад, чтобы строительство завершилось, пришлось подключаться городской администрации. Сейчас жители вновь просят о помощи. Ситуация, на самом деле, очень сложная. Слишком много оказалось недоделок, на которые первоначально жители, чтобы въехать, закрыли глаза. Заместителю главы администрации по ЖКХ Татьяне Хатинской, а также депутатам фракции «Единая Россия» показывают проблемы, которые пытаются решить вместе с управляющей компанией. Мы вместе всё это своими глазами посмотрели. Мы со своей стороны, как Совет депутатов, конечно, будем воздействовать на застройщика, дабы он исполнял то, что должен делать, и гарантийные обязательства исполнял. Но мы видим, что уже управляющая компания предприняла достаточно большое количество мер по решению данного вопроса. Управляющая компания «МУПГУД» с многочисленными недоделками на объекте последовательно борется уже год. Задача номер один – устранить вибрацию на ИТП. Работу индивидуального теплового пункта настроили в ручном режиме. Закуплены дополнительные антивибрационные опоры. Скоро их установят. Ещё один вопрос – канализация. Понимание, как решать проблему, есть. Необходимы трубы с большим диаметром. Требуется установить ревизионные колодцы. Нужны и дополнительные насосы на воду. Несколько раз мы встречались с ресурсоснабжающими организациями. Мы понимаем, каким образом мы постараемся решить эти проблемы. Мы постоянно работаем вместе с управляющей компанией. И управляющая компания уже огромное количество предприняла усилий и мероприятий. Некоторые из мероприятий назначены на ближайшую весну. Коммуникации находятся в подземном паркинге. Он двухэтажный. Рассчитан на 74 машиноместа. И пока пустует. Дело в том, что в доме заселена лишь каждая пятая квартира. Поэтому ни жителей нормально не собрать, ни создать совет дома. Мы сталкиваемся с тем, что, во-первых, очень маленький процент заселения. Всего лишь 20%. Соответственно, этот сбор, собираемость денежных средств по дому точно такая же, а то и ниже. Поэтому денежных средств катастрофически не хватает на обеспечение дома и содержание его в надлежащем состоянии. Ну и плюс очень часто сами собственники очень безответственно относятся к своему имуществу, складируют строительный мусор и так далее. И мы вынуждены тоже в итоге все это приводить в порядок. Вердикт встречи. Все вопросы решаемы. По итогам обсуждения решено создать подробную дорожную карту, которая пошагово поможет разрулить насущные проблемы Оранжевуда. Также городской совет депутатов планирует обратиться с жалобой в прокуратуру.